время в черной дыре сайенс крик пространство это набор всех прочих направлений перпендикулярных времени наверное хорошо становится от этого пор всех прочих направлений перпендикулярных времени в области пустой вселенной где нет влияния гравитации ее структура простран в области пустой вселенной где нет влияния гравитации вот в области вселенной нет таких областей где нет влияния гравитации гравитация у нас есть везде если вы посмотрите на график формулы тяготение то вы увидите что она уменьшается сила с расстоянием но не обнуляется никогда это означает одну простую вещь что во вселенной нет такой области который вы сейчас вот тут сказали глупость вот эту тупорыленькую маленькую из рекли нет такой области во всей вселенной вы зачем это произносите вот полностью везде бред у вас области пустой вселенной где нет влияния гравитации в области пустой вселенной нет для не гравитация товарищи релятивисты которые вот это вот сейчас видят вы понимаете вот что вот я говорю звуки вот которые сдают а вы понимаете что ваши коллеги бредят что они вас развели они сломали вам мозг вы если ты релятивист вот и лох конченый если ты вот в эту чушь веришь безграмотно ты не можешь сосредоточиться этот балбан балбесов самых балбесов собирают гриб группу релятивистов вот космологи релятивисты вы интеллектуальные ничтожества вы если вы вот это вот с помощью своего ним мозга не можете элементарный анализ того что вливает вам в голову провести вам нельзя в науку вы занимаетесь чем-нибудь другим ребята но это вот позор в это верить нельзя если вы в это верите вы конченые люди вот вообще совсем интеллектуальное ничтожество вы либо одумываетесь начинайте сосредотачиваться пытайтесь понять смысл фраз которые вылетают вот из этого зомбоящика интернет современный это зомбо ящик вот из него вылетают фразы проверили телизм и вы их верите пытаетесь смысл постичь перед передать если вы просто на одной вере вы потерпевшие что-то делаете с собой это трагедия интеллектуальная или по крайней мере не заряжайте своим слабоумием других людей не передавать эти страшные сказки населению нашей галактики ее структура пространство время не искажена время и пространство у кого структура появилась опять служим в области пустой вселенной где нет влияния гравитации ее структура пространство время не искажена у пространство нет структуры у времени нет структуры и совокупно вот это вот пространство плюс время тоже не может иметь физической структуры вот дурадуре ческую слабоумическую бреда логическую структуру она может по физическую не может там нет объекта который может иметь структуру у пространства нет составных частей дискретных потому что пространство она не дискретно вы можете это экспериментально подтвердить вот так вот рукой проведите да у вас нигде не про не прервалась пространство она не является дискретным объектом то есть вот это вот говорящая голова сейчас благую вещь которая доносила нам тупорылую свое всех ты тупорылых идиотов она бредит вот это чудовище вы запомните что нет структуры у пространства-времени и пространство времени такого объекта нет совокупного время есть как сравнительная характеристика как абстрактное понятие в моделях есть но физики его в природе нет как объекта пространство есть как объект вот по отдельности и совокупно этого объекта не существует это выдуманный бред в области пустой вселенной где нет влияния гравитации ее структура пространство-время не искажена время и пространство образуют симметричную прямоугольную координатную сетку и все света подробности пошли подробности той фигни которой нет время и пространство образуют сетку вот пространство не образует ни сетку ни ромбик сеточный ни шариковое скопление не образует а товарищи просто берут берут и присваивают своих воображаемых зайчиков верблюдик у которого они видят реально в природе вот верблюдик в природе не состоит из зайчиков если какая-нибудь дуронька придумает что верблюдик состоит из зайчиков это не будет от иметь отношение к реальности то же самое к реальности не будет иметь отношение ваши сетки ваши конусы вот это вот space time перпендикуляры это не имеет отношения к свойствам пространства это дурам кажется что вселенная могла бы быть устроена так но дуры не могут сосредоточиться и даже элементарные математические инструменты они не могут грамотно приспособить для описания вселенной вот и все полнейшая деградация полнейшая безграмотность световые конусы одинаково ориентированы таким образом мы можем определить понятие одинаково ориентированный конус вы представьте как можно не существующие объекты одинаково сориентировать вот летающая бабушка с метлой летающий дедушка с метлой вы как их можете воображаемые дедушка и бабушка как вы их можете сориентировать полете своей фантазии можете а в реальной вселенной их ни одного ни первого ни второго нет просто потоки маразма безостановочные каждое предложение отличается чем-то ведь понятие времени глобально на данной диаграмме время идет слева направо а теперь представьте область вселенной содержащую очень массивное тело например землю если мы оставим яблоко на ее орбите то она постепенно упадет вниз отклоняясь под действием гравитации планеты но гравитация влияет не только на материю но и на свет если яблоко испускает световые пузыри с течением времени то они тоже будут притянуты вниз так так вот тут ребята уже по моему забрались не только в плане физики а забрались еще внутри своей же теории они сейчас сказали что свет притягивается землей пузыри притянутой землей так у них нету не ускорение свободного падения света на землю да у них есть попытка притянуть искривление траектории света относительно солнца да так посмотрим куда они сейчас дальше забредят своих просторах вблизи массивного тела световые конусы более не смотрят в одном направлении они все больше и больше наклоняются под действием гравитации ты здесь вообще нормально придуманный конус наклоняется придуманный конус может наклоняться вообще ты придумал кланищегося дятла кланишь и сидятел может кланяться где-то захочешь к реальности то это какое отношение имеет вблизи массивных тел направленность световых конусов изгибается другими словами время сгибается устремляясь к центру планеты время не геометрическая величина сгибается сравнительная характеристика сгибается бред вранье безграмотность несмотря на неподвижное начальное состояние яблока она падает из-за того что его будущее оказывается направленным вниз твое будущее направлено вниз ты падаешь сэр о генри ты упал твое будущее направлено вниз чё творят блин а нет вот самое интересное что вот этот клубок да если вы набрали в начале вот чтобы дальше в этом не пытались и не курлыкали какой бы бред это уже бессмысленно вначале уже броню вот нет фундамента вот если вы набрали фундамент на гук или кучу фундамент вранья бессмысленно что вы дальше бормочете причем вот тут получается почти каждый тезис вот эта концепция визуальная вот эта вся визуальная сказка она имеет ну прям множественные нарушения логики это вранье вытекающие из вранья неверный тезис дальше просто срывается с ветки другой некорректный тезис нелогичный который вот просто при элементарном разборе да вот мы это перпендикулярность времени каждому направлению времени перпендикулярной да или это абзац это вот одно вранье не сходится со вторым то что они бормочат не сходится со вторым враньем они их набирают 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 и это ну методика вранья методология вранья прям вот идет поток это вот как вот понять это вот товарищи релятивисты вот среди вас есть какие-то нормальные люди которые могут вот на этот счет сосредоточиться которые хотя бы понимают что происходит которые могут могут дать хотя бы небольшой отчет в своих действиях и того что они слышат небольшому логическому анализу подвергнут поток информации там стыдно страшно и несчастно масса искажает геометрию вселенной пространство и время становятся относительными их направление зависит от положения относительно массивного тела это общая теория относительности положение кирпича относительно чего-то меняет геометрию вселенной ведь относительно его положение тебе тут все да полностью дичь причем положение материального кирпича вот положение материи меняет геометрию вселенной геометрию объекта который вмещает этот кирпич в себя вот огурец положили в холодильник огурец изменил геометрию холодильника внутреннюю структуры пространства холодильника конченый бред нет такого пространства свойства которое бы зависело от материи вот вообще что вы там материи как не труд какие фрикции в этом с огурцом не совершайте это бесполезно пространство то по барабану что вы делаете и относительности чем массивнее тело тем сильнее она изгибает пространство время но представьте очень компактный массивный объект подобное тело будет создавать настолько сильное искривление что ниже определенной высоты все световые конусы будут полностью ориентированы вниз ну да вот наматывали на себя сеть сеть такой кит за хвостом зацепился скрутился и шевелиться не может вот примерно вот это вот в интеллектуальном смысле произошло глупостями себя обматывали обматывали и сейчас они просто бредят произносят звуки которые лишены смысла вот интеллектуального содержания у этого дела уже нет это даже не знаю сколько минут а мы это все балуем 43 минуты разбираем то что за 6 минут 42 секунды тут на молота да вообще справочно для тех кто с нами не был черная дыра это физически невозможный объект их нет во вселенной нет черных дыр это галлюцинации да что закрываем все всем привет с вами был виктор катючек канал научный трибунал подключайтесь что-то делаете помогайте нам двигаться двигайтесь вместе с нами мы единственные кто макает этих балбесов вот так кто показывает кто дает надежду наше движение ребят разумная цивилизация дает надежду выбраться когда-нибудь из этого интеллектуального тупика если вы зашли в тупик надо возвращаться назад или стену проламывать ну загнивать так дальше это не честно это неправильно это мы убиваем будущее наших детей мы их обрекаем на полное зомбирование они все чем дальше тем лучше чем дальше тем хуже чем дальше тем глубже ими с вами был виктор катючек и Продолжение следует...